МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Три миллиарда восемьсот пятьдесят миллионов человек живет на нашей планете. Чтобы всех накормить, нужно ежегодно миллионы тонн одного только хлеба. И это сегодня. А сколько завтра? Через год, к началу грядущего века, когда население Земли достигнет шести с половиной миллиардов? Где искать новые пищевые ресурсы для растущего населения Земли? Этой проблеме уделяет внимание организация объединенных наций. В решение этой гуманной цели большой вклад выносит Совет экономической взаимопомощи, объединяющие социалистические страны. Вдосталь хлеба каждому человеку. Вот почему сфера и приложение сил огромного отряда ученых стала живой, с его еще не раскрытыми тайнами. Только наука может вскрыть затаенные силы природы, найти и поставить на службу человечеству неиспользованные возможности головных растений планеты. Пшеницы, риса, кукурузы. Пшеница пришла в Европу около пяти тысяч лет назад. Ее прародительница, надо думать, была похожа на сохранившуюся до наших дней дикую пшеницу. Вот какой путь за эти тысячелетия прошло растение пшеницы. Нелегкий путь. Задолго до того, как селекция стала наукой, человеку был известен только один способ улучшить растение. Отбор. Из многого он отбирал лучшее, высевал, снова отбирал. К цели шел медленно, на ощупь. Лишь к концу минувшего столетия на арену истории земледелия вышла новая наука, названная Дарвином селекцией. Широко был применен новый метод скрещивания, гибридизации. Он дал возможность создавать растения с желаемыми признаками. Большой вклад в науку о главнейшем хлебном растении внесли русские ученые. Одним из первых был выдающийся селекционер Андрей Афанасьевич Сапегин. Выведенные им сорта пшеницы завоевали широкое признание. Они дали рекордные в те времена урожаи 30-35 центнеров с гектара. Прошли годы. Одесская опытная станция превратилась во всесоюзный селекционно-генетический институт, где трудится большой коллектив талантливых селекционеров. Здесь академик Федор Григорьевич Кириченко вывел новые сорта пшеницы с урожаем уже свыше 50 центнеров с гектара. Ученые стремились получить еще более урожайные сорта. А это требовало новых усилий, новых научных открытий. И они были сделаны. Знаменитая Мироновская юбилейная селекция академика Василия Николаевича Исходным материалом для нее послужили два сорта. Пшеница Мироновская 808. У нее крупный полновесный колос, но стебель высок, тонок и не всегда выдерживал тяжесть колоса. Второй сорт Безостая 4. Он родился на Кубани. Стебель у него короткий, толстый, крепкий. Вновь созданный сорт Мироновская юбилейная объединил в себе лучшие качества родителей. Эта пшеница не полегает даже при урожае в 100 центнеров с гектара. 100 центнеров с гектара. Вот какие потенциальные возможности были скрыты в пшеничном растении. Как же сделать, чтобы каждый колос в поле отдал земледельцу всю свою затаенную силу? И на это дает ответ наука. Московский государственный университет. Лаборатория морфофизиологии, науки о строении и процессах развития органов растения. Научные работы ведутся здесь под руководством доктора биологических наук профессора Фаина Михайловна Куперман. Проводится исследование 12 этапов органогенеза, то есть 12 этапов развития колоса. До недавнего времени о росте и развитии растения можно было судить только по изменению его внешнего вида, по фенологическим фазам. Раскрыв тайну формирования органов плодоношения, морфофизиология дала в руки ученого и практика точный метод наблюдения за развитием растения и способы воздействия на него. На самых ранних фазах развития растения на границе корня и стебля уже закладывается будущий колос. Вот здесь. Сейчас мы увидим зачаток будущего колоса. Он совсем крохотный. Одна десятая миллиметра. Вот он, так называемый конус нарастания на первом этапе. Прошло несколько дней. Растение подросло. Теперь конус нарастания на втором этапе. Он увеличился, приобрел новые очертания. И так от этапа к этапу на протяжении всего жизненного цикла. Особый интерес представляет конус нарастания на пятом этапе. Именно в это время начинается формирование цветков. Конус нарастания находится теперь выше. И вот как выглядит. Каждый бугорок в колоске это будущий цветок. Сколько цветков разовьется, столько и вызреет зерен. Значит, на этом этапе решается судьба урожая. Подсчитаем бугорки-цветки. Их здесь шесть. Чтобы в цветке заложилось и вызрело зерно, именно сейчас и ни в какие другие дни растению нужны обильная пища и влага. И этому растению дано столь же обильное питание, но в другие сроки с запозданием. Оба растения созрели. Посмотрим, каков результат. Это растение вовремя получило нужное питание. А это, хотя и в той же норме, но с запозданием. В этом колосе формирование и образование зерен проходило при оптимальных жизненных условиях. Вспомните, бугорков-цветков в колоске мы насчитали шесть. Все шесть цветков оплодотворились и дали спелые зерна. И здесь зерна завязались и созрели, но не во всех цветках. Их в колоске не шесть, а всего три. в два раза меньше. Но ведь в каждом колосе шестнадцать-восемнадцать колосков. Если в каждом колоске созреют все потенциально возможные зерна, то в колосе их окажется более ста. так максимально используя многоплодие пшеницы, заложенные в этом растении возможности, можно удвоить сбор зерна без каких-либо дополнительных затрат. рис главный хлеб Азии. Им питается примерно две пятых человечества. Под посевами риса в мире занято более ста миллионов гектаров. Возделывание риса в условиях крупного производства впервые осуществлено в нашей стране. Сооружены современные ирригационные системы, вводятся в эксплуатацию новые земли, конструируются специальные машины. Создан Всесоюзный научно-исследовательский институт риса. Одно из направлений научных работ здесь поиски путей к многоплодию риса. Эти работы проводит кандидат биологических наук Александр Павлович Сметанин. Установлено, что метелка риса, как и колос пшеницы, проходит также 12 этапов органогенеза. Наблюдение за конусом нарастания риса от момента закладки до созревания метелки дает возможность активно влиять на многоплодие. Урожай риса определяется количеством веточек и колосков на каждой метелке. Формирование веточек, следовательно, и колосков на метелке протекает на четвертом и пятом этапах. В этот период рис зацветает. Именно сейчас ему нужны максимум азотных удобрений и умелое регулирование температурного режима воды. В условиях высокой культуры земледелия эти требования вполне осуществимы. Доказательством может служить пример кубанского совхоза Красноармейский. Здесь в 1974 году с площади в 6000 гектаров с каждого собрано по 56 центнеров. А на отдельных участках собирали и по 100. Таким образом, возможности и этой высокоурожайной культуры еще далеко не исчерпаны. Кукуруза пионер американского земледелия. За 4,5 тысячи лет человечество объединенными силами труда и науки сильно реконструировало это растение. Длина початка увеличена с 5 до 20 сантиметров. На початке больше рядков весомее стали зерна. Селекционеры разных стран вывели множество урожайных сортов и гибридов кукурузы, различных по назначению, по составу зерна, по урожайности. Ежегодный мировой сбор зерна кукурузы перешагнул за 3 миллиарда центнеров. До недавнего времени кукурузы считали растением однопочатковым. А можно ли на одном стебле вырастить 2-3 початка? Оказывается, можно. И здесь жизненный цикл початка проходит по знакомым нам 12 этапам органогенеза. В поисках ключа к многоплодию кукурузы ученые открыли такой его признак. Одновременное развитие двух-трех средних листьев на стебле влечет за собой образование дополнительных початков. Появление средних листьев на стебле совпадает с четвертым и пятым этапами развития конуса нарастания початка. Следовательно, если именно в это время обеспечить растение нужным питанием и уходом, можно получить 2-3 початка на каждом стебле. значит на той же площади посева и при тех же затратах труда будет собран двойной тройной урожай. Исследования продолжаются. Опыты облучения кукурузного растения гамма-лучами кобальта уже дали множество новых форм. И среди них отдельные экземпляры несущие до 30-40 початков. Они послужат отличным материалом для выведения сортов кукурузы на силос и зеленый корм. Значит, люди будут получать больше мяса, молока, масла. Раскрытие затаенных сил важнейших зерновых культур указывает путь к рекордным урожаям и делает реальной гуманную мечту о достатке хлеба для каждого обитателя планеты. Залог успеха на этом пути прочный мир на земле, наука и труд земледельца. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok